Так, добрый день еще разик. Просим прощения за задержку с выходом в эфир. Значит, кто меня слышит, поставьте плюсик, пожалуйста, в чате. Так, вот раз. Юлия Королькова слышит. Так, Елена Балякина слышит. Ольга Риль слышит. Зоя Лукина слышит. Так, значит, предлагаю сегодня построить нашу консультацию следующим образом. Я в течение минут пяти коротко расскажу, в чем заключается наша дисциплина. Вы пока сформулируйте вопросы и в письменном виде их напишите, и я буду уже отвечать непосредственно на вопросы. Итак, математические методы в психологии – дисциплина, где изучаются так называемые методы анализа многомерных данных. Значит, на Ютубе, если набрать в поисковике методы анализа многомерных данных, то увидите видеофильм, где-то часовой, моя лекция. Начинается Воронов И.А. Игорь Анатольевич, методы анализа многомерных данных. И я думаю, то, что сегодня мы не успеем рассмотреть, потому что тема действительно обширная, можно будет посмотреть в этом фильме, если вы еще этот фильм, конечно, не видели. Значит, основу этой дисциплины составляют пять методов анализа многомерных данных. Это у нас многомерный регрессионный анализ, дискриминантный анализ, кластерный анализ, факторный анализ и многомерное шкалирование. Значит, для каждого из этих видов анализа существует свой алгоритм обработки данных. Все данные выложены в папочке «Дата». Речь идет о программе СПСС. То есть, в программе СПСС требуется обрабатывать эти данные. И в моем учебном пособии, которое тоже также называется «Математические методы психологии», методы обработки многомерных данных в исследованиях человека с применением СПСС, прямо расписаны полностью алгоритмы работы в СПСС, в 15-й версии. Значит, какие кнопочки, в какой последовательности нажимать, какие файлы открывать и, собственно, какой результат мы получаем. Вот. И, собственно, сейчас жду вопросов по этим методам, которые возникли у вас в процессе изучения дисциплины. Так, я так понял, вопросов нет. Так, хотелось бы хотя бы увидеть что-нибудь в письменном виде из серии вопросов нет. Вот. Или вопросы есть, или вообще ничего не понятно. Так, первый вопрос. Отличаются ли СПСС 17-е от 15-е? Они отличаются только лишь расположением кнопочек в некоторых окошках. Вот. Это вызывает, с одной стороны, затруднения, но, на мой взгляд, эта проблема не самая страшная. Самая страшная проблема заключается в том, чтобы СПСС, который вы устанавливаете, вы не русифицировали. То есть, ни в коем случае СПСС не русифицируете, потому что очень много опций в русифицированных версиях каким-то чудесным образом куда-то пропадают. Вот. Поэтому СПСС 17-я версия, естественно, лучше отличается, в лучшую сторону, от 15-й. Вот. Еще одно, какое может быть, ну, скажем так, ну, не то, что не очень хорошее. Потому что, если вы пользуетесь 17-й версией, то те примеры, которые у меня выложены в дисциплине, они сделаны для 15-й версии. Поэтому, если вы их откроете в 17-й версии и сохраните в 17-й версии, то потом их в более низкой версии не сможете с ними работать. Вот, пожалуй, и все отличия. Так. Повторите, пожалуйста, название лекции на YouTube. Значит, название лекции на YouTube, методы анализа многомерных данных. Прямо набираете в поисковике, и там появляется файлик, вот, у него начинается слово Воронов. Это вот моя фамилия. Я где-то год назад записал такую видеолекцию. Вот. И вот выложил специально для студентов, скажем так, в расчете на то, чтобы они могли, скажем так, визуально поприсутствовать на лекции. Так, если русифицировано, ну, скажем так, просто там есть ряд моментов, особенно кластерный анализ, где вы не получите дендрограмму. Дендрограмма – это такая картинка, похожая на дерево, и в моем учебном пособии она приведена на страничке, сейчас скажу, какой. Значит, страничка 24-я – это кластерный анализ. Вот. И страничка 27-я – тоже продолжается кластерный анализ. Здесь вот такие показаны дендрограммы. Дендрограмма – это слово «дерево», то есть такие веточки. Вот. И вот в русифицированной версии вот этот рисунок весь распадается на отдельные такие пазлы, и, естественно, ничего не понятно. Вот. Но это, скажем так, не только в этом проявляется русифицирование. Русифицирование проявляется еще и в том, что очень часто на английском языке методы звучат одним словом, а на русский язык переводили эту программу далеко не математики, вот, и там очень часто метод, который, например, там называется «форвард», он переводится как, в лучшем случае, там, «вперед», вот, или «пошаговый». Вот. Поэтому, скажем так, методом тыка придется просто искать нужные кнопочки и куда-нибудь себе их там записывать. Вот. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, что если есть возможность, то программу снести и установить еще раз, только не русифицированную. Это, наверное, будет самый лучший вариант. А если вы этой программой СПСС собираетесь пользоваться достаточно долго, то тем более надо русифицированную снести и установить еще разик англоязычную версию. Так, еще какие вопросы будут? Так, ну давайте, пока вопросиков нет, я тогда расскажу некие, скажем так, сложные вопросы в этих методах. Итак, когда вы изучали дисциплину математическая статистика, раздел регрессионно-корреляционный анализ, то, значит, задачи регрессионно-корреляционного анализа были следующие. Найти коэффициент корреляции и найти коэффициенты А и Б регрессионного уравнения, линейного. Значит, когда в мат-статистике мы с вами решали задачи с парными зависимостями, ну, Y зависит от X, это парная зависимость, всего две переменные, Y и X, то, собственно, мы вручную рассчитывали вот эти коэффициенты А и Б линейного уравнения, подставляли их в это линейное уравнение, и мы с вами определяли таким образом регрессию, то есть как конкретно связанный Y с X. А в многомерных методах, например, в множественном регрессионном анализе, здесь у нас может быть не одна переменная, а может быть несколько переменных, я имею в виду переменных X. И вот в данном случае мы должны будем для каждого X находить вот этот коэффициент B. Естественно, вручную это рассчитывать очень тяжело, это очень сложная задача, и в докомпьютерную эпоху, если психолог хотел провести, скажем так, многомерный регрессионный анализ, он обращался к бригаде математиков, и бригада математиков в течение недели ему рассчитывала вот эти коэффициенты. Сейчас, благодаря тому, что мы имеем доступ к таким программам, как СПСС, нам не обязательно привлекать бригаду математиков, и задача решается, естественно, намного быстрее, буквально в доле секунды, и мы рассчитываем коэффициенты B. Я вот сейчас листаю как раз слайды для того, чтобы показать эти уравнения. У вас эти слайды тоже должны быть в программе Moodle, вы их должны были скачать. Ну вот, на слайде жирным шрифтом выделено как раз это вот уравнение. Y равняется B нулевое плюс B первое, X первое, плюс B второе, X второе и так далее. И вот как раз основная задача как раз и определить вот эти коэффициенты B. При этом, так же как в уравнении парном, где у нас было Y равняется там A плюс BX, вот сейчас вместо A у нас стоит B нулевое. Вот. И если наше уравнение, которое сейчас нарисовано на слайде, сократить до Y равняется B нулевое плюс B первое, X первое, то, по сути, это и будет вот то самое линейное уравнение, с которым мы работали с вами на первом курсе. Вот. Сейчас при помощи программы СПСС вы можете решать более сложные задачи, то есть определять, какой параметр влияет на Y, и более того, какой из параметров больше влияет на Y. Как определить, какой из параметров больше влияет на Y? Там, где коэффициент B, вот B1 или B2, Bn, там, где этот коэффициент будет самый большой, там вот этот параметр X1 и X2, соответственно, там, оказывает наибольшее влияние на Y. Вот смысл вот этого уравнения. И, собственно, смысл этого метода заключается в том, что таким образом мы можем в психологии моделировать, ну, скажем так, естественные процессы. Например, вы берете какую-то группу, тестируете ее при помощи психологических тестов, анкетные данные записываете. Затем, после того, как вы при помощи программы СПСС рассчитываете вот эти коэффициенты B, вы можете определять, какие из предикторов оказывают наибольшее влияние на переменную. Ну, совсем такой примерчик, наверное, простенький, хотя бы уже решали, но просто еще раз приведу. Например, вам необходимо выявить, там, степень стрессоустойчивости вашего, ну, респондента, вот, исследуемого. Вы его тестируете по разным тестам, затем проводите многомерный регрессионный анализ, получаете вот это уравнение, и вы при помощи уравнения определяете, какой из параметров оказывал самое большое влияние на вот эту самую стрессоустойчивость. Вот. Таким образом вы получаете математическую модель этих процессов. Следующий момент. Вот, как правило, мы работаем с одной, с двумя, с тремя группами, иногда больше, да? И вот, когда мы работаем, допустим, с двумя группами, то мы должны проводить многомерный регрессионный анализ для каждой группы отдельно. То есть, допустим, если у вас три группы, значит, у вас должно получиться три таких уравнения. То есть, три группы испытуемых, три регрессионных уравнения. Вот. И мы определяем для каждой группы некие закономерности. То есть, чем живет эта группа. А вот следующий анализ, дискриминантный анализ, он как раз определяет различия между группами. Он, по сути, определяет границы между группами. И вот, когда мы переходим к дискриминантному анализу. Да, дискриминантный анализ у нас следующий. Так, следующий слайд. Следующий. Ну вот, кстати, сейчас слайд открыт, да? Вот вернемся к регрессионному анализу. Открыт слайд, где приведен пример, ну, назовем так, уравнение профессии, да? И вот видно, что у психотерапевта, значит, ну, если кто не знает тест Коттелла, я напомню. Вот этот предиктор А, он обозначает общительность. А предиктор Б обозначает, ну, назовем так, сообразительность. Или, ну, некая такая коррелята интеллекта. Да, и вот мы видим, что у психотерапевта главная общительность главнее, чем интеллект. То есть, вот 0,72 общительность, и всего 0,29 интеллект. А вот у психодиагноста получилось наоборот. То есть, ему не нужно общаться со своими пациентами, да? Поэтому у него общительность 0,31, но зато ему нужно уметь интерпретировать данные правильно. И вот мы видим, что на формуле, как раз в формуле, коэффициент B у интеллекта 0,78. Вот внешне вот так могут выглядеть формулы после решения задачи. Регрессионные формулы. Вот. А вот если нам нужно определить различия между группами, то мы прибегаем к дискриминантному анализу. Так, дискриминантный анализ требуется в том случае, когда нам необходимо, ну, например, определить, к какой из групп мы можем отнести какого-то испытуемого. Для этого создаётся так называемая обучающая выборка. Затем по этой обучающей выборке создаются дискриминантные уравнения. Значит, если у нас две группы испытуемых, то дискриминантных уравнений будет одно. То есть, между двумя группами одна граница. Если у нас, скажем так, будет три группы, то дискриминантный анализ выдаст нам два уравнения. То есть, две границы между тремя группами. И дальше, после того, как будут вычислены коэффициенты дискриминантного уравнения, мы можем как раз... Так, что же такое? Вот. Мы можем как раз... Так, наверное, здесь нет. Я просто хотел показать иллюстрацию. Значит, ну вот на Мудле у нас есть в дискриминантном анализе иллюстрация, где у нас нанесены объекты, точечками указаны испытуемые, и, значит, указано там три группы, и между тремя группами проведено две границы. И, собственно, задача стоит определить, определить, куда будут отнесены, ну, скажем так, вновь исследуемые респонденты. И вот дискриминантный анализ позволяет как раз распознавать объекты, к какой группе он относится. Ну, к слову сказать, на дискриминантном анализе построено распознавание букв, например, в таких программах, как Fine Reader, вот, программа распознавания текстов. Значит, следующий вид анализа – кластерный анализ. Значит, кластерный анализ, в отличие от дискриминантного анализа, позволяет классифицировать объекты без предварительного анализа. То есть, вы берете объекты, и сам кластерный анализ строит вам дендрограмму по принципу близости объектов друг к другу. И вот сама картинка и является результатом кластерного анализа. То есть, если в дискриминантном анализе и в многомерном регрессионном анализе у нас результатом является уравнение и коэффициенты B, то в кластерном анализе результатом анализа является картинка. Вот, и вот по этой картинке, по этой дендрограмме, которая нарисована картинке, вы, собственно, и делаете определенные заключения. Следующий анализ – факторный анализ. Ну, честно говоря, факторный анализ, наверное, очень сложен вообще для изучения, тем более для дистанционного. Вот, единственное, что я могу здесь сказать, что результаты кластерного анализа и факторного анализа должны совпадать. То есть, эти два анализа построены на разных совсем принципах, но в результате они выдают на одной и той же выборке одинаковый результат. Поэтому в методическом пособии, математические методы, в психологии, вы, когда делаете факторный и кластерный анализ, если уже делали, то, наверное, убедились в том, что они совпадают. Ну, и, наконец, многомерное шкалирование. В том варианте, в каком описаны они в учебном пособии, значит, дано три разных варианта, и то же самое результат, как и в кластерном анализе, выдаётся в форме картинки. Вот, факторный анализ, кстати, результат выдаётся в форме таблицы. Значит, многомерное шкалирование. Когда оно применяется или когда его удобно применять? Его удобно применять, когда вы работаете с группой испытуемых, например, с группой школьников или с группой людей, занятых в каком-то коллективе, вот, с каким-то одним коллективом. И при помощи этого анализа вы можете определить близость объектов по их, ну, скажем так, миру восприятию, например. И вот я со студентами проводил следующий, ну, как бы такой эксперимент. Я им давал два задания. Первое задание, это я им говорил, вот, представьте, что сейчас обучение закончится, вас возьмут куда-то на работу, вот, привезут на эту работу, но работать вы все будете в одном помещении, вот, единственное, вы можете выбрать, с кем вы хотели бы работать рядышком, вот, рядом сидеть. И каждый оценивает каждого по пятибалльной системе. Значит, ноль, это я сам, то есть расстояние от меня до меня ноль, расстояние один до наиболее, скажем так, предпочтительного для меня коллеги, расстояние пять, наименее предпочтительный, скажем так, коллега, с которым бы я хотел работать. Вот, и вот, значит, студенты выходят из аудитории, по одному заходят, только я вижу их ответы, они, значит, заполняют эту табличку, я ее делаю, обрабатываю, и мы получаем вот такую картинку, где мы видим, кто рядом с тем расположен, и, соответственно, благодаря этой картинке можем рассадить людей так, как они хотят. А потом дается второе задание, говорю, теперь представьте, что вот мы с вами все поехали куда-нибудь отдохнуть за город, вот, и теперь с кем бы рядом вы хотели бы отдыхать. Вот, и опять студенты заходят, значит, по одному, указывают, значит, вот эти расстояния друг до друга, и мы опять обрабатываем картинку. И мы получаем две картинки, с кем все хотели бы гулять, и с кем все хотели бы отдыхать. И вот, как правило, получается, что эти две картинки, они, ну, достаточно далеки друг от друга, сильно различаются, то есть наглядно показывают, что работать мы хотим с одними, а гулять мы хотим совсем с другими. Вот, ну, естественно, это такое шуточное задание, но, тем не менее, оно очень легко позволяет почувствовать и смысл многомерного шкалирования, и, естественно, многомерное шкалирование очень удобно использовать в конфликтологии, например. То есть, когда возникает в коллективе какой-то конфликт, и мы пытаемся найти, ну, скажем так, где-то негласного лидера в коллективе, пытаемся найти какие-то группировки в коллективе, да, то вот при помощи многомерного регрессионного анализа, ой, многомерного шкалирования, прошу прощения, эта задача решается, ну, относительно просто. Вот, собственно, пять основных анализов, пять основных видов анализа, которые мы изучаем. Вот, еще раз скажу, что на YouTube видеофильм выложен, там, часовая лекция, где я рассказываю о каждом из этих видов анализа, вот, рассказываю, как раз, эти детальки, вот. А в методическом пособии, в моем методические методы, математические методы в психологии, здесь как раз все эти виды анализа в программе СПСС показаны, как их на практике делать. Вот, в учебном пособии ссылки идут на файлы, и эти файлы отдельно тоже выложены, уже готовые в нашей вот системе дистанционного обучения. Вот, так, какие будут вопросы еще? Просто я уже вроде самое страшное, самое главное уже рассказал. Вот, вдруг у кого-то есть еще какие-то вопросики, может, я что-то упустил. из виду. Так, пока тишина. Требуется программа СПСС для... Так, для Линукса я, честно говоря, не помню. Вроде там была какая-то программа со страшным названием ПСПП. Вот, посмотри, сейчас я напишу, как. Вот, посмотрите вот такую программу. Если мне память не изменяет, вот, что-то вот под таким названием шло. Вот, или просто в поисковике посмотреть вот как раз для Линукса СПСС. Вот, в принципе, я говорю, что пакетов обработки данных очень много. Помимо СПСС у нас есть StatGraphics, Stadia, статистика. Вот, для программы Excel выпущен плагин Игорем Гайдышевым, который тоже у нас в мат-статистике есть. Он называется Attestat. Вот, поэтому можно его скачать. Единственное, здесь придется немножко приложить усилий для того, чтобы просто ознакомиться с вот этой математической статистикой. Так, вопрос пришел от Ольги Риль. Какие виды анализа используются чаще всего? На чем нам нужно сделать упор? Так, значит, вопрос в действительности очень, ну, как бы важный в современной психологии. Важный он в чем? В Санкт-Петербурге есть очень интересный, значит, разработчик, ну, тоже, учащий вот этой дисциплины математические методы в психологии, Наследов Андрей Дмитриевич. Вот, можете записать эту фамилию. Наследов А.Д. И в поисковиках, в интернете тоже посмотрите его книги. Значит, в одной из своих книг он написал, что в современной психологии эксперимент очень часто строится не столько уже из-за задач психологического эксперимента, сколько из-за знания методов анализа. Поэтому все зависит от того, насколько хорошо вы знаете методы анализа, и ими можно пользоваться в эксперименте. Ну, например, вот такая задача. У нас есть две группы испытуемых, и нам нужно выяснить, чем эти две группы отличаются друг от друга. Мы можем это сделать достаточно простым способом тематической статистики, сравнить эти две группы, например, по критерию студента, и найти параметры, по которым они статистически достоверно различаются. На что это похоже, если сравнить с тем, как мы, например, узнаем людей? Ну, представьте всех своих друзей, вспомните, вы как их узнаете? Мы их узнаем по неким комплексу, то есть рост, походка, одежда, мимика, лицо и так далее. Так вот, как раз виды анализа многомерных данных, они похожи на такое распознавание. А если бы мы распознавали, как в мат. статистике идет сравнение по каждому параметру, нам нужно было подходить к каждому из наших знакомых, например, мы бы их различали по уху. И вот мы подходили бы к каждому человеку, смотрели бы на ухо и искали бы, где же у нас объект со знакомым нам ухом. Ага, нашли знакомое ухо, значит, здравствуй, Вася. Вот это вот и есть тот самый знакомый. И, собственно, когда мы начинаем в психологическом эксперименте тоже строить какие-то модели, нам тоже, естественно, интересно знать не один процесс, а множество процессов, которые, скажем так, включены или которые имеют место в конкретном коллективе. И вот методы анализа многомерных данных и позволяют эти задачки решать. А вот уже в зависимости от того, какую конкретно задачу мы решаем, мы можем применять тот или иной вид анализа. Например, если у нас не было предварительной классификации вот этих вот объектов, мы можем применить кластерный анализ. Если у нас уже есть выборка, допустим, вы работаете в отделе кадров, к вам пришел человек, да, и говорит, я хочу работать у вас начальником, вот, а у вас, допустим, была предварительно сделана обучающая выборка из 50 человек, где там, ну, предположим, там 15 человек из руководящего состава, вот, а остальные 35 человек, ну, назовем так, все остальные, да. И вот дискриминантный анализ вам построил дискриминантное уравнение, чем отличается одна группа от другой, к вам приходит человек в отдел кадров, говорит, хочу работать начальником. Вы, скажем так, вставляете этого человечка в выборку обучающую, проводите еще дискриминантный анализ, и он вам определяет, вот, к какой группе вот этот человек относится по своим психическим качествам, например, ну, в зависимости от того, что вы тестировали. Вот, вот так может быть дискриминантный анализ применен. Регрессионный анализ, еще раз повторю, вскрывает закономерности, которые мы можем определить в группе. Факторный анализ, ну, еще раз говорю, это достаточно сложная тема, лучше про факторный анализ, конечно, почитать, и в моем фильме немножко написано, но факторный анализ решает очень большой круг задач. Вот, про многомерное шкалирование я сегодня немножко так подробненько рассказал. Поэтому упор нужно делать на все виды анализа, чтобы вы все виды анализа хорошо знали и умели их адекватно применять для решения определенных задач. Вот, так, если я ответил, буду рад. Еще какие вопросики будут? Так, ну, вроде вопросы исчерпаны у студентов. Так, ну, тогда, наверное, будем прощаться. Ага, все чудесно. Вот, будем прощаться, и тогда все вопросы, какие у вас будут возникать уже в процессе, можно будет у нас оставлять в, как онлайн-деканате, да, вот, так и называется он сейчас, да, онлайн-деканат у нас. Вот, и, естественно, я буду по мере поступления отвечать на эти вопросики. Все, всем успехов, вот, успешного обучения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok